Ребята, ВКонтакте скоро появятся стикеры в Клэш Рояль. Вы просто посмотрите на эти стикеры, они реально очень классные, прикольные и на все случаи жизни. Если вы тоже хотите их получить, вам нужно поставить лайк на этот видос, подписаться на канал и написать секретное слово Роялист по ссылочке, которую я оставлю в описании. Дерзайте! Привет, дорогие зрители, это новый выпуск по Клэш Рояль, я снова нахожусь на аккаунте Димас. Ребят, вы автоматически должны поставить лайк и подписаться на канал, когда я записываю видео с аккаунта Димас. Потому что благодаря этому парню я показал очень много вам колод, которыми он прошел гранды. Мы потратили на его аккаунте 3 миллиона золота, это тоже было интересно. На данный момент парень находится на 5500 кубков. Если вам кажется, что это немного, на данный момент до конца сезона осталось 10 дней. И уж поверьте, на данный момент находиться на таких кубках, это большой респект. Конечно, сейчас 5500 кубков, кстати, мечта перфекциониста, но я хотел вам показать его атаки. Хотел показать его повторы, но не успел, не успел. Был сегодня техперерыв, захожу, повторы, а они, блин, недоступны. Ребята, для начала покажу вам колоду. Колода с хогом. Значит, здесь есть зап, здесь есть бревно, нету ни фаера, ни поздно, к сожалению. Потому что, ну, к сожалению, для меня, я привык играть с картами, которые можно в конце добить там вышку. Я не знаю, к примеру, там, шахтер, ракета, там, молния, да. Да, вот, я привык к таким картам, вот. Но, в целом, колода 2.9 эликсира показывает очень, очень, блин, крутые результаты. И, чтобы не быть многословным, мы не сможем, да, посмотреть повторы, но мы эту деку сейчас протестируем. Я сейчас ее скопирую себе и поиграем в глобале. Я думаю, онлайн-атаки тоже будут интересны. Конечно, мои атаки не такие крутые, как его. Но у меня к вам, ребят, встречное предложение. Я понимаю, что Диме будет тяжело сделать сейчас еще несколько победных атак. Но давайте с вами условимся. Если этот ролик соберет за сутки 5000 лайков, я думаю, вам это несложно. Потому что, ну, блин, прокрутите колесико, да, вниз, если вы с компьютера, либо на телефоне сенсор. И нажать на лайк. Все, и подписаться на канал. И Дима продемонстрирует крутые атаки. Но, я хочу вам продемонстрировать, какие противники падали против этой деки. Итак, первый противник, ребята, рекорд 6400. Ну, абсолютный чемпион, да, относим к этому разряду. Второй противник. Второй противник, ребята, второй противник. Вообще, я просто был в шоке. 6600 кубков. Я такого противника не то, чтобы не встречал в глобале. Я даже не помню, когда такие рекорды брали вообще. Я... То ли я не заглядываю в топ мира, то ли я реально что-то пропустил. 6600 кубков. Жесть. 25 место в мировом топе. Лучший сезон. Поэтому... Ну, блин, это респект ему большой такого противника выиграть. Давайте еще посмотрим несколько против... Так, ну, тут ничья, поражение, конечно, нас не волнует. Давайте еще посмотрим. Вот еще один. Ну, тут не абсолютный, но чемпион. Следующий противник. Ну, тут 6200 тоже не абсолютный, но тоже чемпион, ребята. Еще один абсолютный чемпион. И это все, заметьте, победы. Короче, я думаю, вы понимаете, что атаки были реально крутыми и против крутых игроков. Поэтому, ребят, я хочу посмотреть эти повторы вместе с вами. Поэтому давайте наберем на этом ролике 5000 лайков. Подпишитесь на канал. Ну, и Дима, естественно, сделает парочку каточек сверху. Кстати, вышло новое испытание призрака. Естественно, мы его будем бустить. Я не стал записывать отдельное видео, как пройти это испытание. Там топ советы, играть в первый день, колоды там советовать. Еще что-то банальше на полное. Но буст мы все равно будем делать. И я об этом видео не мог не упомянуть. Испытание очень крутое. В общем, тут вы получите как минимум 2 леги за это испытание. И будут еще, ребята, сюрпризы для вас. Поэтому обязательно подпишитесь и на колокольчик нажимайте. Ладно, поехали на мой аккаунт. Возьмем вот эту колоду. Ну и проверим ее. Что же это за крутая такая колода? Погнали. Итак, ребятки, хочу вас сразу предупредить. Я не Димас. Поэтому то, что у меня будут гладкие атаки, то есть я вам не обещаю. То есть могут быть, конечно, поражения. Я могу опозориться. Да, то есть, ну блин, колода, естественно, все равно топовая. Но посмотрим, как у меня с ней получится. Но я постараюсь, постараюсь сделать все возможное, чтобы нормальные атаки провести. Так, я, конечно, не знаю, что это Деку Кантрит. Я не разбирался. Так, я ледяный дух здесь был. Так, вроде бы все. 2,9 эликсира. Ничего не перепутал. Вроде как взял то, что у него. Ну, я, в принципе, готов, ребят. Давайте откроем серебряный сундук. А то мало ли сейчас лего. Оп. Ну, слушайте, ведьма выпала. Тоже неплохо. Поставим огромный сундук. Ну и поехали в глобал. Посмотрим, что же за чудо-колода, от которой все абсолютные чемпионы просто ну ложились под темасы. Я не знаю, если можно так выразиться. Ну, правда. То есть, ну, прогибались они жестко. Я бы хотел посмотреть эти повторы. Но такой вот получился у нас неприятный случай техперерыв. Так, ставит противник сборщик. Давайте здесь этого. Оп. Так, мортира. Мортира пока отлично, отлично. Дамажит вышку. Дамажит. Отлично. Так, мне кажется, это голем, ребят. Мне кажется, что это голем. Давайте здесь орду мух. Здесь орду мух. Отлично. Так, и мортира продолжает оттачить вышку. Вот почему я, знаете, не люблю эти колоды, когда у меня нету этого фаера, там, еще чего-нибудь. Я не могу контрить сборщики. А, блин, они ставят, ну, если, конечно, сборщики есть, они их ставят, ну, редко, конечно, ставят за вышку. Вот. Но в данный момент видим, что противник поставил за вышку. Я не могу нанести вообще никакого урона. Если бы он поставил посередине, хотя бы там мортирой бы смог, я не знаю, хогом. Вот. Так, смотрите, короче. Это 100% голем. Ну, я думаю, что на двойном эликсире будет тяжело. На двойном эликсире. Ну, а на двойном эликсире мне надо его просто прожать жестко. Отлично. Так, сейчас будет громовержец. Готовим орду мух. Готовим орду мух. Она у меня уже готова. Так, я жду громовержеца. Давай. Ну же. Выбрасывай грома. Мне надо сейчас снести вторую вышку, и тогда, конечно, я буду в большом преимуществе. Окей, он поставил голема, значит, мы выбрасываем хога. Ну, и, в принципе, сейчас будем дефаться от его голема. Мортира уже у нас присутствует. Давайте выбрасывать бревно. Здесь мы ставим мортиру. Такс. Ну, и теперь просто ждем и дефаемся. Так, за големом летит у нас дракончик. Хорошо. Значит, я знаю, что у него есть торнадо. Так, мне надо как-то использовать миньончиков так, чтобы дракончик их не уничтожил. Хорошо. Ой-ой-ой. Торнадо, конечно, это немножко мне вредит, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как опасно. Зап. Зап. Хорошо. Ну, вышку я потеряю, ребят. Вышку, скорее всего, потеряю. Да. Ну, блин, если я потерял так легко первую вышку, то мне кажется, что я и вторую потеряю так же легко. Что-то я уже начинаю волноваться. Так, давайте здесь бревно. Отлично. Здесь у нас летучие мышки. Так, мышки. Пошел хок. Нам надо добивать слева башню. Давайте готовим зап, чтобы хок на одну тычку больше сделал. Блин, дровосек помешал. Если бы не дровосек, естественно, на одну тычку я сделал бы больше. Так, здесь у нас банда гоблинов. Так, отлично. Слушайте, ну это, скорее всего, победа. Я думаю, вы это сами понимаете. Потому что за 11 секунд он не успеет снести. И бревно наперед. И давайте еще зап. Отлично. А, ну стоп. Он задефал. У него же торнадо, я забыл. Или не задефал. Блин, только хотел сказать. А, все, победа, ребят. И нифигашечки. Так, давайте. Летучих мышей. Пошел у нас хок. Пошел у нас ледяный дух. Пошло у нас бревно. И еще бросаем зап. Все, победа. Фух. Ну, слушайте, прикольно. Прикольно. Реально не тяжело было. Первая победа. Ну, возможно, мне противник слабенький подобрался. Ну, конечно, это не абсолютный чемпион. Но все-таки голем. И причем прокачка неплохая. Ладно, поехали. Еще 2-3 онлайн-каточки сыграем. Посмотрим. Я думаю, 2. 2 и хватит. Посмотрим, на что она способна против остальных колод. Ну, в принципе, что тут смотреть. Димас сделал 5500. В то время, когда я на данный момент, в это же время, тоже нахожусь на 4900 кубков. А Димас на 5500. То есть, ну, реально, сильный, сильный игрок. И, блин, я рад, что Димас мне дает материал снимать на видос. Разные колоды, разные атаки в разных режимах. Блин, опять голем? Почему мне так не везет? Слушайте, я не знаю. Давайте выбросим Хога. Выбросим Хога Ледяного Духа вдогонку. Так, блин, опять такая колода? Серьезно? А что это такое за флешмоб? Серьезно. Опять Мегаминьон, Дракончик, голем. Может, какая-то новая дека появилась? А я не в курсе. Окей. Ставим мортиру. Ставим сразу мортиру. Я думаю, что на голема у него эликсира сейчас нет. Так, отлично. Пока все хорошо. Так, думаю, сейчас выпустим банду гоблинов. Давайте выбрасывать банду гоблинов. Я думаю, что там бревно сейчас полетит. Либо зап. Да, бревно. Так, ну вот эти мышки немного урона не нанесут в мортире. Поэтому она стоит и еще дамажит. Он ставит сборщики эликсира. Я предлагаю резко пойти с левой стороны оттачить. Будем сразу две вышки дамажить. Зап. Отлично. Ой, зап был лишним. Там и так мы уничтожили гоблинов. Но смотрите, какой урон прошел. Замечательно. 500 хп осталось. Но вы же знаете. Голем это время двойного эликсира. То есть на двойном эликсире я вряд ли напор вот этот выдержу. И вышку все равно потеряю. Было бы у меня торнадо. Возможно, было бы полегче. У него уже 100% есть эликсир на голема. Окей. Значит, ставим мортиру. Будем добивать правую башню. И я думаю, что, возможно, хога сейчас налево выброшу. Давайте выбросим хога налево. Заодно, если он не будет дефать, он уничтожит и этот, и вышку, и сборщик. Это для нас, конечно, большой плюс. Мы эту вышку потеряем. Но знаете, какая у нас сейчас задача? У нас сейчас задача... Это трешку не отдать. Вот это реально сейчас будет тяжело. Но мы постараемся. Мы постараемся сделать все возможное. Так. Отлично. Пока нормально все. Замечательно. Так. Тут у нас банда гоблинов. Тут у нас мортира. Мортиру сюда. Так. Смотрите, сколько еще юнитов моих на карте живых. И, ребятки, это, скорее всего, победа. Потому что осталось 35 секунд. Но на трешку у него пока шансов нету. Мне кажется. Вот. Надеюсь, он уже не будет сопротивляться. Да, противник... А, нет. Молнией дефает Арду Миньонов и Хога. Слушайте, мне понравилось. Честно. Я вот реально с недавних пор в поисках колоды. Мне прям ничего не заходит. А вот прям с этой декой четенько мы, смотрите, 5000 взяли уже. Ну и давайте завершим. Ух. Блин, опять мечта перфекциониста. 5000 ровно. Хоть на этом завершать выпуск. Слушайте, а правда, давайте, может, завершим на этом выпуск. Просто... Или... Чё? Чё, завершать, не завершать? Ладно, давайте еще одну каточку. По традиции мы три онлайн атаки делаем. Ой, Сэнд Сторм. Сэнд Сторм, ну это, конечно, будет сложно. Я повторюсь, я не Димас. Колода, конечно, крутая, но я не настолько скилловый, чтобы прям без проигрышей всех выносить. И снова Голем. Да что такое? Что происходит? Серьезно. Ладно. Ладно. Давайте забирать его правую башню. Будем стараться, по крайней мере. Так, хорошо, что ведьма будет справа. За Големом ничего не идет. Я вот, знаете, что думаю сейчас? Банду гоблинов скинуть сюда. Здесь выбросить летучих мышек. Я думаю, сейчас Мега Миньон полетит. Либо Дракончик. Блин, достали Големы? Какого? Какого, блин, хрена? Серьезно. Так. Дракончика сейчас мы Миньонами уничтожим по-быстрому. Надеюсь, у него Торнадо нет. О, блин. Так. Давайте бревно сливать. Бревно, чтобы уничтожить Стражей. И сейчас перейдем в Контор-Атаку слева. Вот таким вот образом. Пау, пау и готовим зап. А, Колдун. Ну, Колдун это, конечно... О, еще и Торнадо. Слушайте, блин, достали меня Големы? Я вот серьезно, вот без всяких... Без всякого сарказма говорю. Почему три поединка подряд мне подбираются сраные Големы? Что с вами не так? Суперселл. Я так к суперселлу обращаюсь не к игрокам. Потому что я уверен, что много сейчас игроков играют с разными деками. Почему мне Големов подбирают? Что за бред? Ладно, ставим мортиру на деф. Ставим мортиру на деф. И предлагаю сейчас забить полностью на Голема. И пойти слева оттачить. О, Дракончик это плохо. Так. Мини урон мы нанесли. Давайте здесь летучих мышей. Так, надеюсь, Голема уничтожим. Ай, Дракончик мешает. Так, но смотрите. Урона я много не пропущу. Так, как за Големом никого нет. Здесь Ордам Миньонов, безусловно. Прям 100%. Потому что он потратил... Этот... Как его? Стрелы. Так. Залетаем. Залетаем с Хогом. Бандой Гоблинов. Блин. Давай, Ледяный Дух. Ну, блин. Камон. Торнадо мешает очень сильно. Так, окей, окей, окей. Так, здесь будут летучие мыши. Быстрей? Успел. Хорошо. Так, отлично. Пожалуйста. Фух, я думал, Дракончик нанесет тычку. Ставим мортиру на деф. И снова идем в атаку. Снова идем в атаку. Слушайте, а мы не добились справа башню. Вы представляете? То есть, мне надо было справа атаковать, а не слева. А я, идиот, оттачил слева. Наверное, сейчас меня молнией добьет. Вот. У него просто есть торнадо. Да, он легко меня задефает. Плюс там ледяной дух. Да, я проиграл, ребят. Ну, если ему, конечно, есть чем вышку добить, то я проиграл. Зап. Ты 173 хп. Ну, а чем я добью? А, да там справа голем и молния плюс. Ну, блин, тут я затупил, конечно. Мне надо было правую башню пушить. Хотя, вы видите, что я тоже как бы потерял обе вышки. Честно, я немножко... Блин, я в шоке немножко. Это даже... Это... Громко сказано. Немножко. Блин, ну что это такое? Ну, камон. Три голема подряд. Никакого разнообразия. Ну, да ладно. Все равно, я думаю, атаки вам понравились. И думаю, что сомнений у вас, что колода работает и тащит, у вас не будет. Если вам колода понравилась, ребят, ну, оцените видео лайком. Для вас стараюсь. Ищу самое новое, самое интересное, самое годное. Что есть вообще в рояле. Какие колоды, атаки и прочее. И стараюсь вам это преподносить и показывать вам разные деки. Вы же знаете, что у меня почти весь канал построен на колодах, на онлайн-атаках и повторах. Поэтому, если вам эта колода зашла, оцените видео с лайком, подпишитесь на канал. Напишите в комментах, какую бы еще колоду хотели бы видеть. Ну, ждите следующий выпуск. Спасибо за просмотр. Желаю удачи, ребятки. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok